В Центре культуры и искусства «Спутник» прошли мероприятия, посвященные 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Все подробности смотрите в нашем следующем материале. 27 января исполнилось 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда. В этот день прошли уникальные документальные хроники страшного периода, памятные мероприятия, художественные фильмы о подвиге ленинградцев. В нашем городском округе в зал Центра культуры и искусства «Спутник» были приглашены школьники, которым еще раз напомнили о беспримерном подвиге осажденных ленинградцев. Город был лишен запасов продовольствия топлива. Вышли из строя водопровод канализация. Не ходили, соответственно, не ходил транспорт никакой. Люди голодали. Развивалась своеобразная ленинградская кулинария. Люди научились делать пышки из горчицы, супы с дрожжей, котлеты из хрена, кисели столярного клея, хлеб в совсем маленький кусочек. И все мы знаем эту фразу, ставшую символом блокадного города «125 грамм». В осажденном городе осталось более 400 тысяч детей. Смотреть на голодающих детей было, конечно же, тяжело. И родители, иногда ценой своей жизни, отдавая последние крошки своим детям, они таким образом их спасали. После вступительного слова ведущей, методиста Центра культуры и искусства «Спутник» Александр Паюды, ребятам продемонстрировали документальный фильм «Блокада. Дети», где режиссеру Олегу Шиловскому удалось собрать все факты о семье Тани Савичевой. И именно этот дневник и эта девочка стали печальными символами трагедии детей Ленинградской блокады. Записная книжка Тани Савичевой хранится в фондах музея истории Санкт-Петербурга. Вдали от губительного дневного света, в полной темноте, и даже реставраторы стараются поменьше брать ее в руки. Слишком великолепен ее значимость. В фильме подробно рассказали о судьбе Тани Савичевой, о том, какое испытание проходили жители блокадного Ленинграда, пытаясь выйти из кольца окружения. Эвакуация из осажденного Ленинграда – испытание особое. Сначала на поезде до берега Ладожского озера, почти 50 километров. Здесь, в районе Осиновецкого маяка, была развернута одна из пассажирских пристани. Рейсы приходили прямо к причалам. Пассажиров пересаживали на 70-местный тендер-плашколты и дальше убережут ли судьба 30 километров по Ладоге до восточного берега на виду немецких самолетов. Для усиления эмоционального воздействия от просмотра документального фильма «Блокада дети» в фойе Фокинского центра культуры ребятам предложили кусочек черного хлеба весом ровно 125 граммов, чтобы школьники лично убедились, как ничтожна эта дневная норма. Сам фильм и участие в акции «Блокадный хлеб» вызвали у ребят чувство гордости за непокорный народ. Я раньше об этом не знал. Когда узнал эту всю правду, мне было очень плохо. Но я так думаю, что бывают же трудные дни, и можно побороться. Я бы посоветовал, чтобы надо ценить своих родителей, надо любить жизнь. Я считаю, что это действительно героическая история. История о девочке, которая много пережила. Силу своего возраста для нее это было очень трудно пережить и тяжело. Но она боролась до последнего. Рассказывать о подвигах соотечественников в годы самой страшной войны необходимо. Тем самым мы воспитываем в подрастающем поколении гордость за ленинградцев, сохраняем память о Великой Отечественной войне, вызывая эмоциональный отклик в юных душах. Очень важно, чтобы наши дети разделяли наши ценности.